Половых или обычных? Кто знает? Никто не знает. Засунь свой благодарный знаешь куда? Уровень умения делать комплименты Патрисия. О, всё. Всё, смотрим. Рызите! Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс, и сегодня мы продолжаем смотреть сериал Мерзавец. И это первый день марафона по данному сериалу. И если вы не видели предыдущие выпуски рубрики глазами зрителя, то обязательно переходите по ссылочке в описании под этим видео, а также вот здесь сверху будет подсказочка с ссылкой на плейлист. А также перед началом этого ролика я предлагаю тебе подписаться на мой канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также хочу поблагодарить топовых пончиков с последнего стрима, они будут здесь. И топовых спонсоров моего канала. Бояр второго уровня, которых вы можете видеть вот здесь вот на экране. Вы все ребята лучшие, прекрасные, великолепные, и я всех вас люблю. Напомню себе и вам. Давненько не было выпусков по этому сериалу. Закончили мы вообще-то на позитивной ноте. У Патрисии и Клиффорда всё хорошо, они вместе, они всё поняли. К сожалению, тройничка у Тристана и так далее, у прочей команды не было, к сожалению, вот. А Дона тоже, к превеликому моему сожалению, посадили, и непонятно, что с ним вообще будет дальше. Ну, а бывший Патрисий где-то там гуляет на свободе, не знаю, что-то замышляет. Вот на этом вот мы и закончили, и прошла неделя после этих событий. Неделя была просто сумасшедшая, я рада, что мы наконец смогли собраться и всё обсудить. Правда, я до сих пор не могу поверить и смириться с тем фактом, что ты теперь встречаешься с Клиффордом. Я не могу смириться с тем фактом, что он выбрал тебя, Патрисия, а не меня. У меня такой маникюр, что я не знаю, я могу им человека насквозь проткнуть, а он выбрал не меня, а тебя. Уфу, конечно, да, не понимаю, Клиффорда вообще пипец. И это та, которая заявляла, что ни за что в него не влюбится. Ну, теперь я просто буду придерживаться выражения «никогда не говори никогда». Конечно, то, что он готов был отдать за тебя жизнь... Боже, это так страшно, и одновременно так романтично. Благо, что всё хорошо закончилось. Это да. Кстати... Но это ещё не финал сериала, девчонки, всё закончится плохо. А у вас уже было? Эй, когда они должны были это сделать, скажи мне? А ну, хотя неделя прошла, они имеют в виду, наверное, в этот промежуток недели, просто там забирают Дона, и они такие, ну, пойдём, отойдём вот здесь в заброшку как раз, чтобы я Эмме могла что-то рассказать, как бы, да, она вопрос-то задавать будет. Ну что? Мы же твои подруги. По-моему, имеем право знать. И, по-моему, ты имеешь право показать нам даже фотки этого процесса, ну, или видео, ну, хоть что-нибудь. Тройничка-то не было, ну, порадуй хоть чем-то, Патрисия. Нет, пока не было. Вы так и не поговорились? Торопись, твои-то часики тикают, Патрисия. Нет, мне стыдно. Мне тоже. А что насчёт Брэда? Пита. Не напоминай о нём. Но зачем тогда он приходил в наш колледж и так омерзительно себя вёл? Потому что он омерзительный человек? Нет, нет, вы не думали об этом? Что он сам по себе такой. А пришёл, может, к друзьям, знакомым, не знаю. Ну да, к друзьям, знакомым, к Патрисии, к своей бывшей. Друг, знакомая, бывшая, всё сходится. У него же полно связей. Половых или обычных? Бесячий тип. Никогда он мне не нравился. Ну, тебе-то он и не должен был нравиться, ведь он был парнем Патрисии, а не твоим, как бы, да? Что ты только в нём тогда нашла? Я просто повелась на смазливые личико и поверила ему. Ну да, они с Клиффордом похожи, и вот она уже второй раз ведётся на смазливые личико. Ладно, Клиффорд поприятнее будет, наверное, чем этот Брэд. Кто ж знал, что так всё обернётся, и он окажется конченным козлом? Согласна. Мы не можем за это осуждать, все мы ошибаемся. Тут не поспоришь. А вам я всё же советую поговорить с парнями. Они ведь как лучше хотели. Как лучше хотели. Обдолбали хизер на вечеринке, что-то ржали, угорали. Сделали так, что её подсознание приняло это всё за попытку изнасилования. Но они же хотели как лучше, да? Логично, логично. Я так понимаю, что я должна угадать, кто ты. Фред, Нил, Эдвард, Каллен, или может, Макс? Парень Клиффорд? Хотела вывести меня на ревность и разозлить? Что ж, у тебя почти получилось. Но я начал принимать таблетки. Успокоительный к психотерапевту хожу, поэтому у тебя ничего не получится, Патрисия. Да ладно тебе, я же просто пошутила, потому что сразу поняла, что это ты. Я могу себя не контролировать в момент ревности, ты же знаешь. Знаю, но мне так нравится, когда ты ревнуешь. Ой, а тебе понравится, когда он тебя бить будет в порыве ревности или ещё что-нибудь? Но он говорит, не контролирует себя в порыве ревности, может делать всё, что угодно. Кто знает? Никто не знает. Я зануда. Эй, обалдел? Мудила. Сегодня восемь, я буду ждать тебя около твоего дома. Дресс-код должен быть официальным. Всё понятно? Да. Умница. А, сегодня уже песня будет, ребята. Как думаешь, поговорить с ними лучше в колледже или назначить где-нибудь встречу? А ещё лучше, чтобы они взяли свою дурь и мы как бы, ну, в привычной обстановке и для них, и для Хизер всё обсудим. И как бы, а может быть и до тройничка в конце концов дело дойдёт. Может, лучше назначим встречу? Как они нам? Хм, думаю, ты права. Тогда я позже напишу Тристану. Хорошо. Как у тебя обстоят дела в семье? После того, как твои родители внесли деньги и погасили все долги, всё наладилось. Я очень рада, что моя сем... Да, ну вы по-прежнему в долгах, потому что теперь вы должны семье Эми, разве нет? Я смогла помочь. И моя семья теперь будет до конца жизни благодарна вам. Ой, нет, не благодарна, она будет обязана. Засунь свою благодарность знаешь куда. Ой, перестань. Я уверена, была бы ты на моём месте, ты поступила бы точно так же. Но это чисто до первой ссоры вот этих вот подружек. Она будет всю жизнь ей припоминать, мы же оплатили долг твоей семье. Какой бы сейчас она ни казалась суперпреданной, хорошей подругой, о боже мой. Простите, я не оптимист. Блин, я так переживаю. Давно не испытывала этого чувства. Успокойся, мы поможем тебе выбрать наряд. Главное, показывай нам варианты. Ах, хорошо. Эй, а нам варианты не покажут, что ли? Что такое? Может быть то, что она выберет, но будет вообще так себе. Может у её подруг просто вкуса нет. Покажите нам, эй! Патрисия, похороны ещё не сегодня, алё. Ну, макияж мне нравится. Со мной что-то не так? Наоборот. Ты безумно красивая и выглядишь потрясающе. Спасибо. Ты тоже ничего. Так непривычно видеть тебя в подобном одеянии. Уровень имения делать комплименты, Патрисия. Спасибо. Ты тоже ничего. Идём. Такси уже ждёт. Девчонки разнообразием не отличаются и фантазии. Они пригласили пацанов практически туда же, а возможно и туда же. Ну, тоже в парк, короче. Куда и они их приглашали. А что тратиться друг на друга? Они ещё не пары, не встречаются. Зачем в какой-то там кафе что-то заказывать тратиться? Ну, в парке посидим, семки поедим нормально. В общем, я всё обдумала. Что-то даже вспомнила и пришла к выводу, что вы рассказали нам тогда правду. Да ну, Тристан. Попрошу не язвить. Нам стыдно, что мы так некорректно повели себя. Эми-то вообще из-за меня стала к вам так предзата относиться. Там женщина, она одета? Что мы так некорректно повели себя. Эми-то вообще из-за меня... Я надеюсь, что это телесного цвета блузка. ...предзата относиться, потому что я настроила её на то, что вы плохие ребята. И какой итог? Мы бы хотели извиниться перед вами. Особенно я. Перед всеми вами, в том числе и Эми. Милая, не стоит. Ты просто была напугана и хотела как лучше. Тебя можно понять. Хотела как лучше засадить этих ублюдков в тюрьму, которых обвиняла в изнасиловании, в попытке, в чём угодно. Хотела как лучше, да? Ну, даже не знаю. Тристан, прекрати. Эми права. Хизер можно понять. Главное, что и она всё поняла. Спасибо. Вот почему Майлз такой понимающий и спокойный, а вот... А ты, Тристан, вот просто Дристан, ну что такое? Вот ты оправдываешь своё имя, знаешь ли? Всё, иди, ты нас не интересуешь. Мы с Майлзом вот втроём, ну ты понял. Ты? Интересно, и какой же я? Ой, ну хватит. Давайте не будем ругаться. По-моему, мы собрались здесь не для этого. Да. А, ребят, успокойтесь. Мы же всё уже прояснили. Рада, что у нас ничего не вышло. Я слишком хороша для тебя. Эми, попей тоже успокоительных, те, которые Клиффорд теперь принимает. Это ты мне говоришь? Кто вообще сказал, что у нас могло что-то быть? Ну не знаю, наверное, потому что ты за ней таскался, звонил ей, постоянно доставал её. Вот, наверное, с этого она взяла или чё? Как ты это оправдывать будешь? Я сказала, а теперь говорю о Ривидерчи. То же самое я могу сказать и тебе. Здорово! Я думала, он скажет, сдохни. Отлично. И сейчас они так, типа, ушли-ушли-ушли, там где-нибудь обошли другой парк, встретились и такие, ну, отлично, мы избавились от этих нытиков, что-то Майлз, Хизер, фигнёй какой-то страдают, что-то там, типа, не было ничего, мы такие все приличные, культурные, скучные они. Тристан, пойдём развлекаться. Забавные у нас друзья, однако. Да уж, рада, что мы с тобой до такого не дошли. Я просто неконфликтный человек. Повезло. Я просто ем лазанью, и у меня всё хорошо по жизни. Знаешь, я помню, как однажды сказала тебе, что мы могли бы стать неплохими друзьями. Намёк понятен, я не против. А что насчёт тех двоих? Они, я думаю, сами разберутся. Да, они уже там где-нибудь в кустах разбираются. Клиффорд, ну когда ты уже споёшь? Давай, спой! Спасибо за ужин, было очень вкусно. Я рад, что тебе понравилось. А теперь я бы хотел пригласить тебя в наш номер. Ты снял здесь номер? А ты думаешь, почему мы здесь ужинали? Я как-то об этом не подумала. Я думала, мы просто пришли покушать. Какой номер? Ты чего удумала? Пойдём, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз то, что он пёр аж целое фортепиано на балкон в номере на каком-нибудь 850 этаже. Ну да, действительно, сюрприз. Надорвался, бедняжа. Как здесь красиво. Боже мой, никогда не видела столько останков, трупов, цветов на полу. Эти лепестки роз, это нечто невероятное. Вау! Нравится? Очень. Хорошо. Я бы хотел кое-что тебе исполнить. Я написал это сам и посвящаю это тебе. Ну так, пожалуйста, не надо. Как бы, может, не надо портить друг от друга какое-то впечатление? Может, ты мне что-нибудь просто из Моцарта, Баха сбацаешь, и нормально будет? Зачем ты своё-то в голове потрясешь? Он такой, ну пою, ладно. Начало такое, немножечко всё-таки похоронное. Ничего плохого не хочу сказать, но такое, как бы мрачное начало. Вот что я хочу сказать. Я не говорю, что звучит плохо. Я говорю, звучит мрачно. Погодите, стойте. Ну как ещё? Как по-другому-то? Сейчас. Во, всё. Всё, смотрим. Мне кажется, тут проблема в самой музыке. Извините меня, я тоже так себе певица и так далее, кто подписан на мой инстаграм или был на моих стримах, тоже слышали. Я тоже не певец, я не эксперт, честно. Но такое ощущение, что как будто бы музыка здесь сдерживает всё, что, ну вот, могло бы быть хорошего в словах и в вокале, да? Что-то с музыкой не так. Она какая-то очень мрачная, угнетающая, и слова на неё не ложатся. Извините меня. И тебя не хватает, всё потому что мы лёд, медленно тает. Ты как сильный игрок, уставший от борьбы, а я твой эгоист, совершающий ошибки. Потому что ты глубоко-глубоко во мне звучишь музыкой-музыкой, потому что ты самая-самая-самая-важная. Смотри, себя так медленно отходит назад, к выходу такая, всё понятно, я пошла. Всем пока. Ну нормально, нормально. Любительское хорошо, нормально. Клиффорд, у меня просто нет слов. Мне ещё никто подобного не делал. Это, это невероятно. Это невероятно, но Клиффорд, может быть ты лучше танцами займёшься? Я рад, что я первый, что смог порадовать тебя. Для меня это вообще всё в новинку. Поэтому, сорян, если делаю что-то не так. О боже, как романтично звучало. Сорян, если что-то делаю не так. Ёпта. Даже не смей так говорить. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Ну а дальше будут кексики. Ну да, дальше будут кексики. Это типа у Клиффорда здесь камеры скрытые были везде расставлены. Такое качество. Потрясающе. Я хотел бы ещё раз поблагодарить тебя за прекрасный вечер и чудесную ночь. Тебе спасибо. Это было незаб... Тебе спасибо. Дальше жду танца в мою честь. Как насчёт прогулки вечером на окраине города? Я не против. Только гитару и пианино не бери с собой. Простите. Хорошо. Тогда я вечером зайду за тобой. Договорились. До вечера. До вечера. Ох, ты уже вернулась. Ох, мама, ты сегодня без выреза. У тебя, оказывается, и закрытая одежда есть. Ну как так? А у нас гости. Гости. Брат Пит. Привет, милая. Привет. Ты мутишь с моей мамой теперь? Ну что ж, вот такая вот 17-я серия. В целом неплохо. Романтика. Клиффорд, Патрисия, кекс, песни, все дела. А насчет песни, ну простите, я, во-первых, ну русская в принципе не особо, кроме Макса Барских, ничто мое сердце не трогает, уж извините. И во-вторых, ну как бы вот лично как по мне, что-то было с музыкой не так, и вот из-за этой какой-то угнетающей музыки, мрачной, на мой взгляд, не могли раскрыться слова как бы толком. И спеть человек не смог так, наверное, как хотелось бы, из-за того, что вот музыка не давала этого сделать, на мой взгляд. Но, как я еще раз отмечаю, я не эксперт, я тоже ужасно пою, я это признаю. Я это знаю, что я не певица, знаете ли. Пою так для себя, иногда для ребят на стриме, они сами это просят, но они как бы это сами знают, на что идут, да. Что ж, теперь встречаемся в следующей серии, уж я не знаю, будут ли прямо подряд каждый день выходить, но знаете что, вот мы начали марафон, и пока мы мерзавцы не закончим, других выпусков глазами зрителя не ждите, надо закончить с мерзавцем. Напоминаю о том, чтобы вы не забывали поддерживать это видео лайком, также не забывайте оставлять свои комментарии, еще подписывайтесь на мой канал и не забывайте так и на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылки будут вот здесь вот. У меня на сегодня все, всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего, всем пока-пока!